Приветствую, друзья! В Украине уже далеко не первый день идут боевые действия и, как известно, мир от этого уже даже подустал, потому что проходит месяц, второй, третий, четвертый, пятый, а по факту, как говорится, ничего не меняется и, конечно, миру уже просто неинтересно то, что происходит в Украине. Об этом свидетельствуют даже данные Google и которые прямо показывают, что интерес к Зеленскому, к Украине и к боевым действиям в Украине уже настолько упал, что, по сути, уже не отличается от показателей, которые были до этого, еще до боевых действий. Боевые действия в Украине перешли в затяжную стадию, примерно так же, как в Сирии и мы видим, что, по сути, этот конфликт уже планируется на годы и здесь мы видим, что Российская Федерация также выстраивает такие взаимодействия со своими заграничными партнерами, чтобы они тоже четко понимали, что все серьезно и уничтожать экономику Евросоюза будут именно с учетом того, что европейские страны будут поддерживать российские, а вернее антироссийские санкции. Поэтому мы наблюдаем вот такие новости. Оказывается, Северный поток просто выключат на якобы техническое обслуживание и это такой четкий сигнал Германии, что если Германия и дальше будет просто продолжать в фарватере американской геополитики следовать, то тогда Германию ждут очень тяжелые последствия, особенно зимой. Поэтому сейчас мы видим, как Российская Федерация просто снижает уровень поставок в Европу, снижает прокачку газа как через территорию Украины, так и вот уже по Северному потоку. И здесь нужно тоже понимать, что в Германии и в принципе во всей Европе есть вот хранилища газа. Если эти хранилища не заполнятся до нужного объема до зимы, то тогда для Европы в целом это просто гигантская и колоссальная проблема. Тогда они просто не пройдут отопительный период и конечно это сулит очень серьезными проблемами для экономики Евросоюза в целом. Поэтому мы будем скорее всего наблюдать, как Российская Федерация не даст Германии за лето накачать себе в хранилище достаточный объем газа. И это конечно очень печально будет отражаться на германской экономике. Ну а в это время продолжают выходить в различных СМИ откровения заграничных наемников, которые сейчас воюют в Украине. И здесь очень интересный бывает, знаете, вот анализ событий именно со стороны заграничных персонажей. Потому что, как известно, в ВСУ есть жесткая цензура, а заграничных наемников цензурировать в ВСУ не могут. И поэтому они выдают, бывает такое, что просто за гранью понимания обычной, знаете, украинской пропаганды военной. Давайте послушаем казахского наемника, который приехал в Украину и что же он в принципе говорит касательно боевых действий. Давайте послушаем. Затем начались интенсивные бои. Учитывая соотношение сил, пришлось отступать и закрепиться в Волновахе. Оборону держали две недели. В итоге отошли еще дальше в село Владимировка. Преимущество у врага было не только в технике, а и в огромном количестве снарядов. Местные сделали все, чтобы россияне шли дальше, сдавали наши позиции и корректировали огонь. Как говорится, из песни слов не выкинешь. Поэтому казахский наемник прямо говорит о том, что местное население было категорически против настроено вооруженных сил Украины. И получается, что вроде бы с одной стороны в украинских СМИ рассказывают, что весь народ объединился вокруг Зеленского. А по факту мы видим, что местные корректируют огонь, чтобы били россияне по украинской армии. Перед заходом во Владимировку разведка предупредила, что там до 80-90% населения поддерживают русский мир. Такое, в общем, злосчастное село. Когда мы там стояли, некоторые мужики подходили и в лицо матерились. И говорили, вам хана. Я думаю, что после таких откровений казахского наемника, который воюет на стороне ВСУ, я думаю, что у многих просматривающих вот это видео отпадут различные убеждения или сомнения в отношении того, кто кому оккупант в Украине. С моей точки зрения, казахскому наемнику, который вот рассказывает все вот эти, знаете, ужасы, нету никакого смысла лгать. Поэтому он говорит как есть, несмотря на то, что там это запрещено пропагандой, цензурой и прочее. И его слова дают четкое понимание того, как все-таки реальный украинский народ относится к тем солдатам, которые сейчас со стороны Зеленского принимают участие в боевых действиях. Причем со стороны Зеленского, как известно, сейчас находятся и украинские олигархи, за которых сейчас украинские солдаты-то и воюют. Ну а за этими персонажами, конечно, здесь уже и заграничные олигархи, международные корпорации и те люди, которые деньги печатают. Именно поэтому западные страны так активно и помогают вооруженным силам Украины. Потому что, по сути, если так разобраться, то это, можно сказать, их подразделение. Единственная страна, которая входит в Североатлантический блок, но, тем не менее, имеет возможность вести свою независимую внешнюю и внутреннюю политику, так это, конечно, Турция. Причем Турция сейчас настолько активно играет на мировом поле, скажем так, геополитическом, что, в принципе, даже иногда стоит Эрдогану поаплодировать. Потому что, несмотря на то, что вроде как и подписали меморандум о том, что Швеция и Финляндия входят в НАТО, и Турция вроде как бы и не против, но, тем не менее, Эрдоган напоминает, что это еще не все. Потому что Финляндия и Швеция выйдут только тогда в НАТО, когда, по сути, сдадут Турции 73 курда, которые получили уже политическое убежище в вот этих странах Евросоюза. И теперь Эрдоган требует их сначала отдать, а потом уже Эрдоган уже подпишет все необходимые документы, и тогда эти страны попадут в НАТО. Можно сказать, что и Финляндия, и Швеция попадают в НАТО через постель Эрдогана, потому что Эрдоган заставляет их делать такое, что просто в приличном европейском обществе даже обсуждать не принято. Причем, что интересно, в Турции закрыли доступ к сайтам немецкая волна и голос Америки, сделали это, знаете, так буднично, но обычно, знаете, закрыли вот пару каких-то незрачных сайтов. И если раньше просто Госдеп вопил бы о том, что, боже, нарушили свободу слова и так далее, то сейчас и Соединенные Штаты, и Евросоюз просто тихо-тихо сидят как мышки, и даже внимания не обращают на то, что в Турции просто заблокировали рупоры западного мира. Но, тем не менее, в Украине, в Киеве продолжает крепчать маразм. И под предводительством Виталика Кличко начинаются инициативы по поводу запреты всего, что связано с российской культурой в городе Киеве. Это, конечно, на голову не налазит, и это, знаете, уже все-таки больше напоминает пословицу, чем ближе к конец государства, тем более безумные законы в этом государстве начинают придумывать. И это конкретно обозначает действия киевских властей. Я думаю, что все-таки пора киевской мэрии уже сделать закон, чтобы запретить полностью использование русского языка в городе Киеве. Во всяком случае, эти процессы все равно ускоряют и ход проведения боевых действий и так далее, потому что дают дополнительную мотивацию украинцам, которые сейчас воюют на стороне Российской Федерации. На этом, друзья, у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там можно всегда сказать значительно больше, чем на ютубе. До скорого!